В нашем партнерстве уже есть магистральные направления, которые определяют характер и продают прочность этим направлениям. Беларусь настроена на системную и долговременную работу в экономической сфере. Товарооборот под 40 миллионов долларов, который достигнут по итогам прошлого года, абсолютно не соответствует нашему взаимному потенциалу. Об этом мы, кстати, с Малишей Арыповичем только что говорили. Мы надеемся, что тенденция падения объема торговли носит временный характер, и ее не просто надеяться надо исправить, а ее присутствующие здесь члены делегации обязаны исправить. Это негоже при наших таких отношениях иметь еще и падение в товарообороте. Схожесть взглядов на развитие реального сектора заложила основу для сотрудничества в области промышленной кооперации. Второй год работает совместное производство в Гесаре. Мы готовы к еще более активному партнерству в данной сфере, решению номенклатуры выпускаемой техники, адаптированной под нужды аграрной отрасли Таджикистана. Этому будет способствовать принятие решений об освобождении совместно выпускаемой продукции от уплаты налога на добавленную стоимость. Мы видим дальнейшие перспективы в части поставок грузовых автомобилей, дорожно-строительной, пассажирской техники, обновления парка железнодорожных вагонов, соответствующих таджикским климатическим и эксплуатационным условиям. Мы уверены, что жители Душанбе уже оценили по достоинству наши троллейбусы, но при этом надо посмотреть по ценовому фактору. Если мы можем там урегулировать это, это очень важно, это первые шаги, пускай полторы сотни, но это хороший объем. Надо договариваться и поставлять, коль есть спрос на нашу продукцию, особенно троллейбусы в Душанбе. В настоящее время кризисные явления в мире вносят коррективы в развитие экономических отношений, поэтому важно искать новые формы и методы работы, в том числе с учетом имеющихся у Беларуси инструментов поддержки экспорта. Параллельно с проектами машиностроения необходимо расширять диалог в сфере сельского хозяйства, включая аграрное образование. Работать над увеличением взаимных закупок продовольствия и продукции легкой промышленности, развивать сотрудничество в области племенного животноводства. Приветствуем начало работы в Душанбе совместной компании по производству молочных продуктов. Белорусский опыт в этой отрасли, а также технологии и сырье позволяют создать уникальное для Таджикистана предприятие. Они будут выпускать экологичную, качественную продукцию, откроют возможности для наращивания экспорта в Китай, Афганистан, другие страны. За короткий период мы достигли определенных успехов в научно-технической сфере. Дополнительный импульс этому направлению придает заседание нашей совместной группы по сотрудничеству в области науки и технологий. Динамично развиваются отношения в гуманитарной сфере. В настоящее время в белорусских вузах обучаются более 500 таджикских граждан. Благодаря созданию пяти совместных факультетов сегодня можно получать качественное и современное белорусское образование на таджикской земле. М.М. Шарипович попросил, чтобы мы здесь также увеличили объемы подготовки специалистов через создание или филиалов, или опять же расширения совместных не только факультетов, но и учреждений там, как мы делаем это в Узбекистане. Надо помочь заложить основу их. И, как и М.М. Шарипович сказал, ну пускай сразу тысячи, полторы тысячи будет студентов. Ну, с малого надо начинать. Думаю, надо нам изучить эту тему и поддержать наших таджикских друзей. Готовы также обмениваться опытом профессионально-технической подготовки кадров, создание сети необходимых центров, оказать консультационные услуги в сфере развития образовательных программ. Мы ждем таджикских мастеров культуры и искусства у себя в этом году в рамках Дней культуры. В прошлом году мы у вас были, ждем вас. Это уже сложившаяся традиция, является важным фактором укрепления дружественных отношений между народами.